Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня видео, которое я давно уже вам обещала снять, это будет окрашивание ресниц собственноручно, и заодно покрашу еще бровки. У меня здесь две краски, одна специально для бровей, одна специально для ресниц. Для ресниц краска очень хорошая, мне ее советовала моя мастер по татуажу, она однажды мне покрасила ресницы, держится очень долго, и они прям, знаете, такие и сини-черные, прям такие черные классные ресницы, и очень быстро хватается, но краска дорогая, краска Егора, стоит она 1365 рублей. Когда я ее покупала, честно говоря, и искала, я не думала, что она стоит столько, но так как мне ей накрасили, я уже знаю, что она хорошая, и я уже ее хотела купить, поэтому я потратила на нее эти бешеные деньги, на мой взгляд. И вторая красочка, это у меня капус обычная, здесь вообще внутри, ну, здесь этот цвет, как он называется, вот, цвет графит, я всегда бледненькие делаю бровки, но это так, как бы заодно, здесь просто находится краска вот такая вот одна, и все. Здесь нет ни баночки, ни палочки, ничего здесь нету, и этого окислителя тоже нет, поэтому мы будем использовать его отсюда. Мне моя мастер по татуажу сказала, что она сама себе когда-то красила ресницы, и говорит, это не сложно на самом деле, и рассказала мне, как красить. На самом деле, она говорит, главное, на самом деле, это мое слово паразит, но реально на самом деле. Она сказала, главное, это найти хорошую кисточку, то есть вот такая кисточка должна быть плоской, удобной, и говорит, окрашивание все очень сильно зависит от кисточки, именно самой себе, потому что когда мы идем в салон, красим наши ресницы, да, нам делают патчи, закрываем мы глаза, фигачат там эту краску, мы как бы ничего не видим, ничего не контролируем, и открывать глаза во время этого не надо, да, а нам сейчас нужно покрасить наши ресницы так, чтобы глаза не закрывать с открытыми глазами, поэтому это будет сейчас ювелирная такая работа, и, в общем, посмотрим, что будет, я надеюсь, краска мне в глаз не попадет, потому что она ядремная, не выжгет мне зрачки, ой, страшно. Я нашла вот такую кисточку, она обычная кисточка для теней, плоская, думаю, она мне подойдет. И с чего мы начнем? Давайте самое главное, так как ресницы я решила сегодня окрашивать, мы начнем с ресниц и окрасим ресницы, а потом мы уже будем, наверное, окрашивать брови, да, потому что немного мне страшно, и вот ресницы – это самое главное. Если нас не хватит потом на брови, то брови и не будем красить. Значит, смотрите, здесь в набор входит у нас сама краска, черная-причерная прям, окислитель, вот такая баночка, в которой мы можем все это делать, тут даже патчи входят под глазки, но они не липнут, я буду другие патчи использовать. И палочка входит, но она нам не понадобится. Нам понадобится только баночка, окислитель и сама красочка. Я еще здесь, кстати, вот приготовила водичку, я приготовила здесь ватные диски, на всякий случай срочно понадобится все снимать, и салфетки для снятия макияжа, возможно, ими мы и будем снимать нашу краску. Также у меня здесь патчи, патчи можно использовать, в принципе, любые, но некоторые могут пропечатываться, так как эта краска реально жесткая, поэтому у меня здесь такие патчи ядреные, которые не должны пропитаться. Давайте сначала я намешаю красочку. В инструкции написано, что нужно все по граммам как-то, и 10 капель окислителя. Я не поняла, что это как по граммам, и не смогла дозвониться своему мастеру, поэтому я буду делать, как я делала другими красками, я, в общем, выдавлю 2 сантиметра сюда примерно, может, даже 2 это много, ну вот примерно 2 сантиметра. Я надеюсь, у нас все получится, честно говоря. У меня все как всегда, все на глаз, в прямом смысле этого слова, сейчас на глаз. И окислителя накапаем сюда тоже где-то 7 капель. То есть как я это делала с краской из тель, например. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Кстати, сейчас я снимаю необычное видео, потому что сейчас я в прямом эфире на своем канале Твич. То есть я включила камеру, как я и говорила вам, что я на канале Твич своем не только буду играть, у меня на самом деле очень много идей. Вот сейчас стоит веб-камера, девочки мне пишут, смотрят, как я снимаю видео. Так что все, кто в прямом эфире меня смотрела на Твиче, всем привет. Двойная съемка, поэтому я немного это... со странным поведением могу быть. Как будто кто-то подглядывает за мной, как я снимаю свои видео. Так, я все перемешала. Цвет сейчас какой-то здесь коричневый, но на самом деле она должна быть черная. Надеюсь, меня никто не обманул. Все перемешала. Теперь я достаю свои пачки и клею их под глаза. Прям под самые глазки. Даже немного неудобно моргать. Но надо клеить так, чтобы было удобно моргать. Вот такой вот железной палочкой я повытаскивала свои реснички. Во! Самое интересное, что сейчас у меня ресницы нарощены. У меня остались немножечко ресничек нарощенных. И возможно, они отвалятся. Но завтра я иду наращивать их заново, поэтому я не переживаю, что они отвалятся сегодня. Заодно мы это и проверим. Начинаю я с верхних ресничек, с кончиков. Аккуратненько вот так вот прокрашиваю. Как будто я крашу тушью. Главное сильно не моргать. Блин, надо было веки намазать. Блин. Короче, я крашу просто как будто тушью. И не под самым прям корень, знаете. Ой, как страшно. Я рискованная девица, мне кажется. Моргаю. Нормально все вроде. Конечно, может быть, я покрашу не так, как в салоне там. Но они будут черненькие хоть немножко. Какие они у меня до этого? Чтобы видно было. До. Вот до. Вот. То, что должно будет быть после. На нижних ресницах особенно это должно быть видно. Вот аккуратненько прям я вот так прокрашиваю нижние реснички. Вот так прям. Ой, как страшно. И даже при этом могу моргать. Главное под самый корень их нема. Вроде получается. Ну да, от кисточки реально много зависит. Кисточка этой ты прям контролируешь все. Кто-нибудь когда-нибудь красил все ресницы, девчонки? Кстати, удобно, когда зеркало ты поднимаешь вот так вот вверх. И ресницы твои смотрят вверх. И тогда удобно красить нижние. Но при этом надо осторожно, чтобы эти верхние не запачкали веки. Можно пройтись сверху слоем еще один. Мне особенно вот нижние хочется прокрасить, потому что завтра я буду черными. Не коричневые наращивать ресницы, а черные. И вот мне хочется, чтобы нижние соответствовали. А то у меня получается яркие верхние ресницы, а нижние какие-то неяркие. По-моему, у меня будут красивые черные ресницы. Так, я вроде прокрасила все реснички аккуратненько. Теперь самое главное, чтобы ничего мне не попало в глаза. И я просидела так 15 минут, по-моему. Я даже не помню, сколько я должна просидеть. Вот. И могу моргать с открытыми глазами. Все круто. Ждем 20 минут. Ну что, пока наши реснички накрашены, я возьму все-таки, потому что 10 минут нужно ждать реснички. Я хочу глубокий цвет, насыщенный. А бровки я буду держать буквально там 3-4 минутки. Буду смотреть. Поэтому один к одному. Так, все перемешиваем. Все на глаз, все на глаз. Ну все, начинаем красить бровки. Бровки я крашу, вот крашу аккуратненько вот так вот. Кстати, кисточкой тоже это очень удобно. Я прям крашу по форме. Сколько я ходила в разные эти салоны, красят везде по-разному. Кто-то бывает, знаете, просто фигачит тебе брови вот так вот. Не по форме. Потом стирают типа лишнее. Но на самом деле тень-то остается все равно. Я не люблю, когда так делают. Я люблю, когда красят аккуратненько вот так вот. Сейчас у меня нет цели прям бровь себе какую-то сделать, потому что у меня идеальные брови. Мне просто хочется чуть-чуть притемнить ее. Недавно я задумалась о том, что за дом 2. Типа мы думаем, вот они там, короче, сидят, нихрена не делают. Мужики там, бабы. На самом деле быть в доме 2, это очень тяжело. У них нереальный график. Я бы не смогла в таком режиме работать, как они. Немножечко подотрем, что лишнее сделали. Ждем 5 минуточек, наверное. Так, теперь ровно. Еще вот тут, еще вот тут и пипец, в конце концов. Ну что, время подошло стирать наши реснички. Давайте попробуем. Я хочу начать попробовать их стирать с патчей. С патчей, господи. Снизу и влажными салфетками. Можно просто влажными салфетками. У меня для снятия макияжа салфетки. Я прям вот так вот сейчас начну просто вот так вот раз стирать. Вот так вот вниз, вниз, вниз. Стирается, стирается. Салфетка чернеет. И вот так вот вниз, вниз, вниз. Салфеточка чернеет. Теперь так по бокам, по бокам, по бокам. По бокам, по бокам, по бокам. Теперь можно то же самое вот так прям вытирать верхние реснички. Конечно, если же я все равно пойду их и помою. Нарощенные ресницы мои некоторые отлетают, но большинство пока что держится. Ладно, теперь мы давайте снимем наши пачки, посмотрим, что там получается у нас. Вот такие красивые черные реснички. Ой, красота. Но это мы еще не досмыли. Но мне кажется уже вау, мне нравится. Блин, надеюсь я сейчас смою, а они не смоются прям полностью. И бровки, мне кажется, наши пора смывать. Я беру диск, просто мочу его в водичке сначала и вот так вот смываю. Оп, смываю. Вот так вот. Вот, есть. Второй беру. Второй беру, мочу. Прям брови темные. Вот так вот. Смывайся бровь одна, смывайся бровь вторая. Ой, капает. А, все, вода попала в глаз. Страшно теперь. В общем, я побежала умываться. Ну что, я помыла реснички, я помыла бровки. Цвет меня устраивает полностью у моих бровей. Они сейчас еще там раз-два подсмоются и будет прям такой вот хороший естественный цвет. Реснички, как видите, нижние, смотрите, прокрасились отлично. Верхние, нарощенные, ну, может, пару ресниц упало, в основном они все на месте. Так что, если вдруг, можно-то и красить нарощенные ресницы. Ну, лично я на своем опыте вижу, что ничего страшного не произошло. Вот. Ну, они у меня-то уже все там поотлетали практически. Я уже хожу больше двух недель с ними. Поэтому завтра буду наращивать. Кстати, возможно, сделаю там чуть-чуть цветные, чуть-чуть черные. Вот. Ну, в целом, я довольна. Совершенно не страшно. Все круто. Нет, страшно было вначале, но в целом все круто. Вот. Как вам мои реснички, мои бровки? Пишите в комментариях. Все, мои хорошие, тут у меня остался полный срач. Надо все это скорее убрать. Поэтому я с вами прощаюсь. Надеюсь, мое видео было для вас полезным и интересным. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok